Рокировка, шах и мат. В понедельник в школе номер один стартовал региональный шахматный турнир «Рост дети». За первенство боролись учащиеся всех школ города Наринмара. Шахматный турнир проходит в «Точке роста» на базе первой школы уже второй год. Инициатором проведения таких соревнований для школьников стал Степан Михайлов. Идея пришла, когда в ряде школ города появились современные обучающие платформы для школьников, так называемые «Точки роста». Ну вот думали сделать что-нибудь такое уникальное. И вот решили провести турнир пока между «Точками роста» в школах. А в этом году уже между школами. То есть у меня зависимость. Соревнования продлятся три дня и пройдут в несколько туров. В них принимают участие более 40 школьников с 1 по 11 классы. Ребята соревнуются в пяти возрастных категориях. До 9 лет, до 11, до 13, до 15, до 18. Пять возрастных категорий. Мальчики и девочки объединены, играют вместе. Соревнования проходят в один день, да? Нет. Как минимум три дня будут проводиться, потому что мы в один день не успеем провести все туры. Побороться за звание гроссмейстера будут ребята всех школ города. Кирилл Подольский, ученик школы номер 4, участвует в турнире второй раз. В прошлом году он одержал победу. В этих соревнованиях позиции сдавать не собирается. Шахматами школьник занимается давно. Да, занимаюсь уже около четырех лет, может даже пять. Пятый год уже идет. Играю в шахматы, занимаюсь, хожу к тренерам, развиваюсь. Кирилл, как бывало шахматист, искренне переживает за развитие данного вида спорта в Наринмаре. Этот турнир для него имеет большое значение. Участвую второй год уже в этих соревнованиях. Очень приятная атмосфера здесь. Очень приятно то, что шахматы развиваются в Наринмаре и то, что устраивают такие турниры для детей. Школьники имеют разный опыт участия в подобных соревнованиях. Одни пришли побороться в первый раз, у других за плечами несколько шахматных турниров. Всех объединяет любовь к шахматам и стремление к победе. Михаил Пластинин из школы номер один неоднократно принимал участие в соревнованиях. Говорит, это его пятый турнир. Шахматами увлекается с первого класса. На вопрос, почему именно шахматы, отвечает. Ну, меня это просто как увлекло. Ну, это вполне интересно, играть в шахматы. Главное понять принцип. Главное понять принцип. Наверное, это и помогало Михаилу не единожды занимать призовые места. В его копилке наград есть бронза, серебро и золото в различных шахматных турнирах. Свои силы школьник оценивает объективно. Ну, сейчас я одну партию победил. Надеюсь, конечно, на большее, но как получится. Напомним, что 24 марта состоится официальное закрытие турнира и награждение победителей соревнований. Анастасия Евтыса, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.